Вязаная игрушка – символ поддержки для тех, кто борется с болезнью, а тех, кто также не сдается перед болезнью. Светлана сейчас помогает больным с неизлечимыми заболеваниями. Она сама столкнулась с этой бедой. У ее дочери гипофосфатазия. Дочь родилась вполне нормальным ребенком, но дальше начались, конечно, проблемы. Проявления такие – это изрыкивания, арахитоподобные проявления. И потом, спустя, через полгода мы постоянно с хождениями по больницам. Диагноз девушки поставили в два года в Московском центре детского здоровья. Гипофосфатазия проявляется у человека, если оба его родителя носители сломанного гена. Маргарита пережила это в детстве. Хрупкость костей, головные боли, трудности с дыханием. Лучше стало с началом терапии. Когда начали терапию, то, в общем, все восстановилось. Вот сейчас, как вы все увидели, ну, единственное, что сколиоз в третьей степени. Вот в основном, остальное все хорошо у нас. Иногда хожу в бассейн и занимаюсь ежедневной ЛФК. Я учусь в промышленно-экономическом колледже на товароведной эксперте. Сейчас она почти восстановила здоровье, но по-прежнему нуждается в постоянной поддержке лечебными препаратами. Ну, аруфанные заболевания – это хронические, неизлечимые заболевания. То есть их можно только поддерживать в постоянной терапии. Ну, хотя, что касается наших гипофизарных инонистов, которых страдает только рост, они доращиваются до социально приемливого роста, и, в общем-то, терапия практически прекращается. Теперь семья может столкнуться с другой проблемой. Раньше через фонд «Круг добра» они получали лекарственную поддержку, но эта программа действует до достижения больным 19 лет, а дальше – неизвестность. В данный момент сегодня будет тоже происходить форум «Арфаный». И с чиновниками все это происходит, разговоры не один год ведутся. Так что в большой надежде, что что-то придумают, какую-нибудь программу. Очень надеемся. Это препараты высокомедицинских технологий, высокотехнологичные, поэтому они и дорогие. Вот та же фосфатаза «Альфа», который лечит Маргариту, это фермент, которого не хватает в организме ребенка, которого нет. В Центре охраны материнства и детства гордятся успехами в помощи людям с другим неизлечимым заболеванием – гипофизарным нанизмом, от которого человек не может набрать нормальный для своего возраста рост. Это шприц-ручки. Наши дети лечатся инъекционно. Каждый день ставится подкожная инъекция гормона роста. Сегодня медики оказывают любую возможную поддержку тем, кто обращается, даже если вылечить человека навсегда невозможно. Однако много тех, кто не знает о существовании помощи и никак не борется с редкой болезнью. Таких людей даже нет в статистике. Чтобы каждый мог воспользоваться своим правом на долгую счастливую жизнь, нужно не только просвещение, но и меры по расширению производства дорогих лекарств, говорят врачи. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.